В пистолетный раунд у нас очень, на самом-то деле, быстро начался этот матч. Все команды были готовы, и мы продолжаем смотреть трансляцию. Деннис падает у нас на бомбу, которую установили ребята из команды Virtus.pro. Форрадс решил выбить через лонг, ловит с Накса, выходит дальше на вентиляцию. И команда НИП с легкостью берет пистолетный раунд на карте НЮК. На самой сильной карте Virtus.pro, кстати. Да, где мы еще можем увидеть наш польский великолепный коллектив, в кохне на НЮКе, наверное, самая их. Сильная карта по сравнению с другими. Вообще, в принципе, как Virtus.pro показывают у нас, какую игру в последнее время, бороться с топами коллективами они могут только на НЮКе. Как раз против вот Фейзов. Недавно на турнире V4 тоже был этот НЮК. Но я думаю, Фейзов там не очень, наверное, как-то ответственно относились к этому турниру, да? Но все равно, Фейзов. Ну, в принципе, денег-то много разыгрывалось и... Опять же, НЮК... Точнее, Virtus.pro не та команда, которая хотелось бы, наверное, проигрывать. Но, опять же, да, факт остается фактом. Virtus.pro на том чемпионате продемонстрировал НЮК с лучшей стороны. Выпад на Аплент. Снакс развалит гитрайт. И неплохо сыграл игрок в ангаре. Форест падает. Нет, не рискует. Или все-таки падает вентиляцию. Замечает моментально объяли. Бомба устанавливается. Ну и команда Virtus.pro будет очень хороший бай в следующем раунде. В любом случае. Да. Стал поставить план еще в аквариуме. Два игрока в аквариуме еще могут снаекс. 1-3. Нет. Не получилось. Ну, мы сделали вот... Да. Классную замену в это последнее время. Позвольте. Господи. Классную замену. Деннис, он вообще сегодня в отличной форме. У него вот все последние игры, которые мы комментировали с Crystal Mayhem. Деннис просто какие-то жесткие, когда у нас демонстрировал, там, чуть ли не по 30 фрагов под каждую карту. Прям реально тащит эту команду сейчас наверх. Ну, раскрывается Деннис, потому что поначалу, когда он только присоединился к команде, было видно, что как-то не в своей тарелке пока что себя чувствовал. Но спустя месяц уже играет очень-очень круто. В Virtus.pro было 5000. У них есть АВП у Паши Бицепса. Паша теряет огромное количество хелс-поинтов, вычислял двери, потерял много хп, 28 остается, уходит на лонг и попробует, видимо, зажать один из плентов. Теперь игроки команды Virtus.pro. Да, аккуратно ВП играют, никуда не лезут, пытаются реализовать как раз АВП от Паши. Но его очень сильно просадили уже. Виали вычисляет нужный для себя пиксель, полетит смок на длину 1, полетит смок на длину 2, и ребята попробуют занять, возможно, гараж. Откидывают банки. Гетрайт откидывает, кстати, смок в ответ, и теперь не так уж легко играть ребята из команды Virtus.pro. Занимают пристройку, но и минута времени до конца. Любит ВП у нас поиграть через улицу, именно все отсмочить, все закидать, пройти куда-то под девятку, именно кружить аплент и уже оттуда отталкиваться. Но при этом Дрейкен, отличная работа в ангаре. Гяли и Мику погибают моментально, Снакс 15 холстпоинтов, при этом Деннис, естественно, Снакса обошел, потому что он его прекрасно слышал. Ну и Паша, Бицепс, Нелл, в принципе, могут уходить на сейф, потому что АВП, возможно, понадобится в следующем раунде. Нет, они делают минусы, Гетрайт и Дрейкен подставляются, а вот теперь 2 в 3 нужно тащить. Но как? Могут, плант валяется на улице, его контролит. Очень медленно играет, все на шифтах ползают, никакого шума, никакого шороха. Боятся Пашу, поэтому просто так отдают у нас плант, уже, наверное, будут с респов убивать, только Риес в самый маленький пиксель. Пишаев все равно, 15 секунд до конца. Да, уже не куда сейчас плевать поляки. И хотят АВП терять, все-таки от него можно будет в следующем раунде как-то сыграть. Ну и Калаш от наук, конечно же. Форсбайм можно сделать, будет попытаться. Потому что... 2 с половиной в 2 девайса поиграть. 2 с половиной объяли у Снакса и Мику. Ну, это П-250, возможно, с первыми арморами. То есть, в принципе, 3 подряд, или если 4 проиграет, то деньги будут. Но Виртус Про играет немножко по-другому. Они решили полностью зафорсить. То есть, расчет на то, что в следующем, если что, будут играть экономически. А этот попытается затащить. В принципе, этих пистолетов и девайсов может хватить, дабы затащить. Напоминаю, сильнейшая карта команды Виртус Про, это карта Денюк. Но если Нинзи в пижамах не стали ее вычеркивать, они, значит, тоже плотно сидят на нюке. Фресс, нужно аккуратно играть. Потому что, да, вот там Паша как раз-таки на рампах. Фресс. Зажимает его. На него. Разменивает. Мечу. Отлично. Плант отбирают. 4 в 3. Можно выходить на бэплант. Дрейкен вентиляции. Замечает Нику. Не попадает с АВП. Уходит назад. Тупики под ражский смог. И, в принципе, через короткий сейчас попробую действовать. Просто спины классно. Не дочекали его. Дрейкен играет с АВП. Бьяли, тем временем, с ЦЗ-шкой чекает вилку. Гитрайт решил сыграть под свой смачок. Проверяет ближайшие позиции. Никого не видит. Бьяли, Паша, бицепс. 2 в 3. Паша. Возможно, в спине у Дрейкена. Дрейкен играет вентиляции. Играет на шефте. Паша! Прифайр. И выдает свое место в положение. Дрейкен не вылазит. Паша возвращается на клен. 40 секунд до конца. Но Гитрайт с легкостью его убивает. А Дрейкен, Дрейкен, Роза. Но в зум-винтах объяли. Отлично. 4-0. Шведы умеют играть. Именно исторически. Нюк. Как раз когда вот эта серия Нюк была такая, сколько-то там, 70 что ли, да? Когда их Virtus.pro им с Ангелом не переехали. У них там чуть ли не каждая вторая там карта была. Это Нюк. Всех переворачивали. Датчане тоже. Исторически жесткие. Но у них я херойки. Как раз с их там великолепными выходами. Но и Virtus.pro. Больше, наверное, Нюк играть никто и не умеет особо. Да, Нюк очень редкая карта. Ее пытаются специально из-за этого разработчики как-то изменять. Постоянно. Дабы чаще и чаще ее пикали. И, собственно, в любом случае многие коллективы отказываются ее играть. Но периодически встречается. Форрид забирает снаг. Собьяли падает. Ситуация 3 в 5. Миху подпушил сейчас вилку. Разобрал Реза. Подбирает АМ-ку. Идет дальше на рампы. Ну и, может быть, здесь кто-то подставится у команды NIP. Пока никого нет. Нео, отличный хитшот в винтах. 3 на 3. Можно брать. Можно брать. Форрест тоже умирает. Как-то по одному сыграли Нинди в пиджамах. А решили, мол, у нас девайсы мы можем пушить. И в итоге ошиблись. Давай с вилки. Дрейка на Деннис. Деннисом шутки плохи. Неплохая позиция у Нео. Новый ящик. Деннис, в принципе, должен догадываться и проверить позицию. Слева от себя просмотрел. Нео по-прежнему стоит, не высовывается. Деннис. И прочекал Филиппо Кубски. А вот теперь можно просто сесть и банально раздефузить бомбу. Бомба неплохо стоит. Паша бицепс забирает Дрейкена. Ну а Деннис просто сел нагло на бомбу. Одна секунда до конца. И Паша тащит этот раунд. Одной секунды не хватило Деннису. Можно Деннису еще было поиграться. Потому что времени было. На самом деле. Потому что я слышал прекрасно, что выбегают у нас через двери. Как раз-таки Паша. Можно было бы застрелить. Неплохо Виртус Про. Размочили. Как тебе вообще новый нюк? То, что окно убрали в синим. То, что... Ну, не знаю. Окно, конечно, я против. Но глобально в итоге на что это не повлияло. То есть... Так как-то... Как играли, так и играют. Не знаю. Я видел, по-моему, 5-6 карт. Сам особо нюк не играю, поэтому... Пока сам не поиграешь... Все-все то же самое. Да. Новые окна сверху, да? Что там? Кстати, вот... Сколько я тоже, наверное, 2 или 3 нюка уже комментировал. И именно вот через окна никто не пытается раскидывать. Хотя там и смоки на девятку залетают и куда угодно. И на синий падает. Никто не пытается пока играть. Ну, пока не... Не сильно популярная карта, поэтому так прям жестко не тренируется. Взрываются у нас на аплент игроки команды Виртус Про. Неплохой первый минус. Дрейкем пытался хелпануть. Но и с Накс в Биале перекрывают все возможные позиции команде NIP. Проигрывают очень важный раунд НИПы. Сейчас у них по 2000 долларов. Придется играть с юспами. Эко. Поджать что-то можно. Сейчас, наверное, вряд ли с юспами стоит стоять. В стиле гамбит. В стиле гамбит. Но в стиле гамбит не стоит. Можно как-то поуверенней. Занимает сейчас НИПы ангар. Вот такой стак интересный. При этом без флешки будет действовать. Но, скорее всего, на тайминг, если кто-то кого-то услышит, выбегут и попытаются забрать длину. Раскидывают при этом Виртус Про на саплент. Уже выходит нео. Уже проверяют огромное количество позиций. Ну и поставят, конечно, бомбу. Но все равно НИПы не торопятся. Будут гнуть дальше свою линию. И в первую очередь они заинтересованы в том, чтобы забрать хотя бы одного игрока на ланге. Думаю, что это Б-плэн застаканный. Но, на самом деле, не появится это на улице под девяткой. Ждут. Ждут. Ждут девайсы. Минус рез. Снак забирает реза. И все равно остаются у нас. И не высовываются. НИПы не пытаются забрать своего оппонента. Ждут, пока кто-нибудь придет сам в ангар. Но при этом грамотная игра все-таки от Виртус Про. Хотя в девятке сейчас, может быть, и погибнут, ребятки. Миху проверяет под собой. Денис свою. И до конца. И Бьяли все-таки прокрал со спину и разобрал Дрейкера. Но Форесу все-таки удалось забрать хотя бы одного оппонента. Снакс погибает. Его девайс. Ура, пытался Миху посадить, но не получился. 4-3. Пользуя НИП. И не самый хороший бай у шведов. 4,5 тысячи долларов. Эмки. Без коктейлей Молотова. Без диффузов. Но при этом есть у всех смоки. Хотя без АВП на ланге будет играться довольно тяжело. Отличный АВП. 3 уже много за атаку. Дрейкен стоит в ангаре. Стоит и ждет своих оппонентов пока что. Тем временем АВП у Паши Бицепса. Пытается Ярослав вычислить кого-нибудь в смоках. Смок прозвеялся. Разу снова нужно играть аккуратно. Паша все-таки делает свой минус. Раз падает. Рампы открыты. Команда Virtus.pro занимает важную позицию. Снак, кстати, решил выйти через двери. Ловит тайминг. Деннис абсолютно ни сном ни духом, что рядом с ним соперник. Снаксу удалось забрать Фореста. Деннис играл на размене. Но преимущество в одного все равно у команды Virtus.pro. Эритейк будет трудно делать. Не в позициях. Но сейф будет уходить, наверное. Да, не полез никуда. С экономикой огромнейшие проблемы. И выискивать, выискивать. Мечо по дрейкену. Отлично. В секрете. Ну, два в четыре, не знаю. Наверное, не стоит выбивать. Гитрайт, собственно, уже не высовывается. Деннис уходит на к-т спауна. Это еще один раунд за командой Virtus.pro. И временная ничья. Счет 4-4. Мне кажется, нужно что-то с рампами делать. Потому что Паша туда регулярно сейчас выходит. На улицу у него не получилось. Это первый раз, когда он с АВП выходил. И сейчас он постоянно выходит на рампы. Может быть, туда переставить как раз АВП. Поставить туда дрейкена. Как раз таки пусть Пашу там и отстреливает. Ну, или как-то более пластично играть игроку защиты. То есть, не умирать в первую очередь. Самое главное правило на нюке, это если ты не можешь там никого не убить, значит, не умирай. Банально уходи вниз и пытайся потом разыгрывать более пассивно. Пауза устанавливается. Скорее всего, они бы решили обсудить свой дефенс. Докупая донат. Защиту надо. Ну, скорее всего, сейчас будет эко с двумя девайсами. И то, что они перестроят, мы уже увидим в следующем раунде. С другой стороны, на нюке, как нигде, можно тащить подобные ситуации, когда у тебя всего лишь два оружия и первая и вторая арморы. Цель снимает у нас паузу. Фристайм пошел. АВИК нужен. АВИК нужен защиту на нюке. Он на рампах хорошо работает. И в мейне хорошо работает. На улице хорошо работает. Три пистолета, два хороших девайса. Занимают пока пристройку и улицу. Бьяли играет активно на ланге. Пытается проверить быстрый поджим. Дрейкена заметил. И вот такой прифайр смог. Отличное решение от Бьяли. Первый игрок команды NAP уже погибает. Тем временем под Б решили снова пойти три человека у команды Ветус Про. Откидывают моменталочки. Пытается все проверить. Ра спрячься справа. И снова умирает. Опять рампы. Да, и по одному при этом играет NAP. Никаких стаков. Возможно, укрепили Аплэнд. Но, как мы видим сюда, если и пойдут игроки команды Ветус Про, то после того, как отстрелят большинство своих соперников. Миху уже залез на верх. Играет через девятку. Предупреждает своих тиммейтов о том, что никого на Аплэнте нет. Мол, смотрите, сейчас какие-либо поджимы или на ланге прячутся, или на Б прячутся. И, в принципе, Ветус Про должны с легкостью забирать еще один раунд. Укрепить на рампы надо, мне кажется. Потому что один рейс там вообще не справляется. Денис. Даже сихуй попросил. Если по нему информация, сейчас будут поджимать. Должны Денис отсюда выпускать. Да, Митчу его забирает. Митчу стоит у нас на рампах, ждет Фореста. Но Форест при этом играет очень глубоко. Даже девайсик ждет, хоть кого-то убить, калашик забрать. Ну, странно, почему Ветус Про гуляет по карте. В итоге есть шансы у Фореста, потому что один там, один там. И, собственно, кто-то к нему в гости придет. Вот, 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 Нео выходит. Ой-ой-ой, Нео, и вот этот калаш нужно забирать. Нет, 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 не должны его отсюда выпускать. Ай-ай-ай! Бьяли тут как-то тоже в спину поджал. 5-4. Вертус Про набирает уже. Стрик хороший из пяти раундов подряд. Нипам, что-то нужно сделать. Вот он как раз первый полноценный девайсик с хорошей раскидкой. Два АВП. Один для дрекена, для другой. Ну вот, да, Рез взял на рампы себя как раз этот тавик. Нужно что-то с Пашей делать. Вообще не только с Пашей, а вообще с выходами на эту рампу. Второй на улице, вот, от Дрейкена. АВП от Реза, АВП от Дрейкена и 4 калаша плюс авик от Паши. Занимают быстро лонг ребята из команды Вертус Про. Пашу подсадили на ящики. Трайт при этом прожал скалу. Там у нас на ней находится игрок атаки. СНАКС попадают по нему. 40 хелс-поинтов игрока польской команды. Но пытается при этом СНАКС вычислить рампы. Тут несколько раз удавалось забрать Реза. И может быть сейчас тоже получится. Как же грамотно СНАКС отыграл просто по таймингу. Он сделал эту щель, прошел на Воке и вышел. Ну, просто великолепная игра. СНАКС умеет. СНАКС один из самых хитрейших игроков, наверное, которые есть с КАСи. Ну и карта Нюк все-таки дает о себе знать. Команда Вертус Про очень уверенно тут действует. И трайт. Сейчас спину должен собирать большое количество игроков. Должны, должны идти эти. Ай-яй-яй! Как это возможно? Просто зачекали и бьяли. Его даже не зачекали. Тут, по-моему, занимался каким-то прострелом. Бьяли и перевелся очень быстро на гитрайта. Прицел просто не видел. Думаю, за красную вышел. Как раз щелкали оттуда. Стрелял, наверное, туда наверх. Куда-то. Нихо чекает лонг. Форест пока не идет на ступеньки. Заметили Патрика Лимберга. Ну и Филик Кубский делает свой килл. Паша биться заканчивается. Слышком открыто Форест стоял. Виртус Про ползает, ползает. Но при этом по одному все время отстреливают всех своих соперников. Снова Айка от команды Нинджас и Пиджамас. И Виртус Про могут выйти на 7 как минимум за атаку. А это уже очень-очень крутой показатель. Официально недавно подписали красмиху. Виртус Про. В принципе, как и Таза в Кинген. Махнулись не глядя. Как тебе вообще замена? Ну, однозначно, ВП нужно было, наверное, кого-то менять. А одна молодая кровь. Там три коллектива молодых есть. Нужно оттуда кого-то забирать уже потихонечку. Ну, просто не факт, что там одного Таза-то достаточно. Может быть, Соло еще кого-нибудь убирать. И брать вместе с Миху еще какого-нибудь. Там Грубый, например, есть. Грубый очень жесткий. Он тоже со своей Go Team. Ну, вообще, за счет того, что Виртус Про в свое время играли очень круто, они подтянули огромное количество молодых игроков на просто польскую. Мотивировали, скажем так, своими достижениями. Поэтому есть из кого выбирать. Это три вот этих коллектива, которые реально подтягиваются. Ну, там, в Польше что там делают? Играют либо в КС, либо в Лол. Других игр, в принципе, нету. Как и в Турции, так же. Погибает у нас Форест. Одна команда, а в Польше свежи аж целых четыре. Ну, вообще, даже если посмотреть стрим какой-нибудь польский, там часто онлайн по КСу зашкаливает. Да и Паша биться в свое время. Один из самых популярных стримеров. Вот он 50 тысяч смотрел. А если сейчас уже там не удивить, например, каких-нибудь PUBG'ров, да, такими показателями или Fortnite'щиков, то... Сегодня скидывали как раз статистику в Твиттер по поводу самых популярных Твиттерменов среди про игроков. И Паша на первом месте. Нет, Фолин, кстати, по Твиттеру Фолин. Нет, Паша, по-моему, на первом месте. Нет, Паша по всем показателям. Там Facebook, Twitter и так далее. А вот что меня удивило как раз в этой статистике, там именно в Твиттере, оказывается, у Фолина 800 тысяч. Ну, в Бразилии просто больше народ живет, чем в Польше из-за этого. А так, мне кажется, по процентам Паша популярнее будет. Ну и португальский язык использует. Ну, соответственно, да. Хорошая флешка под гитрайту. Слепой был. Бьяли, как он не забрал? Еще мишу забирает второго. Бьяли, ошибочка. Должен, не навелся должным образом на голову. Ну, классно меняет Снекса, Нео. Гитрайта и Денниса. Форест. Час винты. Снекса разменивает. Форест там 2 в 1. Дрейкен пока на девятке. Забирает Снекса. Откидывает коктейль Молотова. Откидывает флешку. Нео попытается затащить тот раунд. Играет возле будки. Чекает пристройку. Аккуратничает. Нипы. Ну и Нео понимает, что скорее всего один точно на девятке. Слышит Реза. Замечает его. И все-таки Рез сумел сделать свой минус. Наконец-то Нипы спустя серию в 7 раундов берут свой бой. Да, и вот я сейчас открыл твиттер Фоллина. 824 тысячи. 824. А Паша? Ну, Паша на втором. А Паша в твиттере на втором, да. Но в целом Паша самый популярный геймер. Потому что у него там другие соцсети в лучший раз. Фоллин даже носит как раз мерч Пашин. Ну, вот этот. Как он там дословно. Я не мой друг. Что там из этой серии? Ты мой брат, мой друг. Да, ты мой брат, мой друг. Да, да, да. Дрейкен играет с Авиком на ланге. Довольно быстро решили сыграть Virtus.pro. Бьяли ошибается. Но при этом Паша бицепс щелкает снова Реза. В который раз ключевой игрок на рампах погибает. Уже, по-моему, там серия 4 в 0. Тем временем Форрес поджал двери. Снакс этого не ожидал. Но рампы-то заняли Virtus.pro. И могут снова выходить на B-Plant. Пойдут ли сразу, или будут разыгрывать. ВП такая команда. Вот они нюк играют. Они вокруг А-Plant постоянно ходят. Но вот на нее очень редко заходят. Либо рампы, либо просто кружит вокруг А-Plant. Там на девятку залезут. В секрет уйдут. И все равно на B потом выходит. Форрест забирает Мику. Паша бицепс все время щелкает аквариум. Гитрайт тут упал в этой области. 2 в 3. Бомба лежит на пленте. Наверное, ключевой игрок Филипп Кубский, который должен и бомбу поставить, и отстрелить. При этом у Форреста по ХП проблемы. У Паши тоже, но Паша все-таки с авиком. Поэтому в этой ситуации Паша может быть. Плант валяется. Паша умер. Форрест надо забирать в аквариуме. Если он будет чекать как-то в пиксель какой-то. Должен сейчас аккуратненько выходить. Оп. Заметил. Или не заметил. Он не... Заметил, 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 заметил. Все-таки сделал, что минус. Ну, дуло торчало, но как-то так играл подозрительно. Нео откидывает смог на бомбу, ставит бомбу. 20 секунд до конца. И с Вилки будет Дрекен действовать. Дрекен он услышал. И винты тоже услышал. Все знает информацию о двух игроках. Главное разыграть. Остается пока что в коротком. Вилки не услышал, далеко был. Ну, вот сейчас там какая-то хэшка, по-моему, прилетела. Поэтому должен понимать. Но позиция не самая хорошая, но бомба, по-моему, стоит хорошо. На то, чтобы ее простреливать даже через двери. Нео немножко под другим углом просто должен встать. Да, вот таким. И, собственно, бомбу мы только что видели. Нео. Он прицел на меня навел. Он просто выходит и делает минус, а почему-то Дрекен чекает вентиляцию. Ай-яй-яй. Это провал. И не успевает Дрекен уже. Это все. Браво. Браво, Нео. Нео тащит раунд. 8-5 пользу Virtus.pro. Ну, это, честно, знаешь, как-то так психологически. Дым лежит, стена. Иначе оттуда люди не выйдут. Скорее всего, либо с винтов, либо с дверей. Поэтому туда прицел уже наводил. А, но я все грамотно сделал. Как там? 200 IQ. Или 300. Или 300. Ну что, друзья. Это выход от команды Virtus.pro на десяточку. У нас Форс от команды NAP. Дрейкина поставили сейчас с авиком на рампах. Наконец-то решили заменить Реза, у которого там мало что получалось. Снакс решил сыграть активно возле дверей. Но Форс был к этому готов. Забрал моментально соперника вот через Дигглом и подобрал его калашников. Ну и сейчас 5-4. И уже есть неплохие девайсы у команды NAP. Да, третий девайс зашел. Сейчас можно отцепляться. Геттер, ну куда ты так выходишь? Биали у нас действует на лонге. Вместе с Миху ребята решили закинуть огромное количество гранат. Будут проходить сейчас и проверять важные позиции. Нигде вблизи, вплотную не играют игроки команды. NAP решили сыграть от плентов. Щелочку найти. Ничего не видно, хорош смок лежит. Без каких-либо шансов. Ну может быть сейчас развеется этот смок и Форрест выиграет одну секунду. Форрест в пристройке. На лонг не рискует. Понимает, что в принципе эту позицию могут смотреть. Тем временем... Подставляется Паша Бицепс вместе с Миху. Ситуация 2-4. Нео и Биали. Нео залез на девятку. Рез случайно падает. Это бомба. Все-таки у Нео была в руках. Но и Рез ставит свой хэдшот. Команда LAP берет. Очень плохой бай. 8-6 в пользу Virtus.pro. Ну и последний раунд у вас на экранах. 8 много за атаку. А можно и 9. Ну может быть все-таки 8-7. Такой ждет наш счет. 8-7, да. Будет играбельный. Такая ничья, скажем так, в первой половине практически. Ничья. Но с другой стороны, не пытан Ньюки, да, за атаку. Берут 8 раундов. Поэтому это в любом случае хороший счет. Снакс падает у нас в пристройку. Но при этом каким-то чудом просто Форест выживает. Откидывают Паша Бицепс и Мухаешку. Форест 23 хп. По-прежнему жив-здоров. Гитрайт проверяет. Лонг не замечает оппонента. При этом Миху заходит все-таки на Гитрайт. А тот сумел его отстрелить. И Дрейкен минус Нео на рампах. Ну вот немножко раньше Дрейкена поставили на рампы. Тогда все было бы, наверное, хорошо. Бьяли. Один против пятерых. И все-таки, наверное, это 8-7. Убивай Денниса. Но в 1-4 очень трудно. Такие клачи тащить. Да, заплутал был РС. Просто спокойно разбивали. Убивай. Бьяли. 8-7. Неплохой счет. Но там, в принципе, для обеих команд. Хотя, конечно, он больше устраивает ребят с нашивками медведя на своей форме. ВП классно атакует. На юге. Очень классно. Мы посмотрим, как они будут сейчас защищаться. И что сделают Нюбью пистолетки. Все-таки, если пистолетный раунд сумеет затащить, тогда, может быть, и откомбетчат. По-другому никак. По-другому я не вижу тут, как они будут побеждать. Деннису надо включаться. Сколько он? Перехвалил ты, наверное, Денниса. Статистику мы не видим его. Да, статистику не видим. Но как только пистолетный раунд начнется, мы посмотрим, сколько фрагов. Но все равно это как бы нюк. Это не особо сигнатурная карта. Ни его позиции редко. Тоже странное решение, на самом деле, от Непов брать нюк против Вирс. Нет. Нет. ВП взяли нюк. Их пик был. Ну, и не в том, не в том. Не баню чего. Понятное дело, если ты не банишь против Виртус Про нюк, то они его возьмут. ВП вычеркнули овер, а Непов вычеркнули Кобблстоун. Ну, в принципе, тоже, да? Стигнатурный Виртус Про Коббл. Он и Непов не играет, видимо. Да. ВП взяли нюк. Непов, соответственно, свое инферно. Виртус Про вычеркнули кэш. Непов трейн и мираж остался решающий. Ну, лучше Коббл играть, чем нюк. Слишком кто уверен о нем, мне кажется, в себе тут, на этом нюке. ВП не был бы уверен, так. Ждем, пока ребята разыграются. По-моему, обе команды готовы. Хотя Снакс, судя по всему, отошел вместе с Найдов. Чуть-чуть пострелять за другую сторону. Ждем. Начало. Следующей половины. Сегодня, кстати, большой такой день. Intel Extreme Masters. У нас сейчас игра НИП против Virtus.pro. Потом мы передадим слово НКНИ Сусуха. И там Астралис будут играть, я так понимаю, против команды Gambit. А G2 будут играть против победителя пары. Сейчас еще раз уточню этот момент, секунду. На хелтерворге, скорее всего, уже есть матч. Так, теперь нет, Астралис, Холливуд. Холливуд, да, там будут играть. Пардон, я думал, это уже ссыковочные матчи, но нет. Что за Холливуд вообще? Люк, Ромми, Тревел, Джо и Дарксайд. Такая вот команда, как в Астралис. Прошли, видимо, квалификации какие-то Холливуд. А G2 будут играть против польской команды АДВОКАЦИК. АДВОКАЦИК? АДВОКАЦИК. Еще одна очерепная польская команда. Сколько их там уже? ЭГО, БРАЙТ, КИНК, КИНК и АДВОКАЦИК. Да, команд в Польше очень много, причем все играют неплохо на средний... Сэмми-про уровень. Да. Среднепрофессиональный. Полупрофессиональный. Выход! Очень быстрый от команды NIP на аплэнге. Трайт падает, погибает, дракрайт. Дрейкин и Ресс. И счет становится 9-7 пользой Virtus.Pro. Это скандинавские раунды. Heroic Round. Все через дверь. Очень быстро выходили сейчас NIP'ы. Ну и, естественно, команда с опытом Virtus.Pro легко справилась, собственно, с такой вот атакой. Первый армор и пистолеты. Попробует NIP'и сейчас ответить. Деглы! Деглы умеют, ребята. Могут. Подтикуют. Можно попытаться. По закрытию стоять. Не пикать. Как раз NIP'ов. Вот такие вот шальные могут залетать. Михо стоит, ждет на пятаке. Дрейкин с Desert Eagle. Снакс, может быть, подставится. Да. Все-таки нужно было играть аккуратнее. А Михо при этом решил поджать рампы. И Денис был к этому готов. И вот такой вот экономический раунд от команды NIP. Решили сыграть по всей карте по одному. И команда Virtus.Pro сама подставляется. Дрейкин. По Паше. Круто. Наконец-то первый минус от команды Virtus.Pro. Нео находит Дрейкина. Но опять же для... Два в четыре. А там М-ка еще у Дениса. Ой, как неприятно. В любом случае для большинства команды NIP'и это инфа. Они знают, что Нео где-то на девятке будет. И знают примерно где Биали. Ну, Форрест сейчас заходит через улицу. Но все-таки Нео поднимается на девятку. Все равно аккуратней еще. Это Нипы понимают, что нужно играть. И как же они подставляются под Биали. Тот с Юмпиком делает два минуса. А теперь ситуация 2 на 2. Но благо для команды NIP'и GetRight щелкает. Прекрасным хедшотом Нео. Биали 1-2 через пристройку. Шансов практически нет. Может, Сдегла попробует расстрелять? Ну, уверена, кстати, игра от GetRight. Он может тут погибнуть. Но, в общем-то, еще и под вентиляцией находился еще один его тиммейт. 9-8, Нип берут форс раунд. Ровненько. Нипы цепляются. Не хотят просто карту ВП отдавать. Потому что следующая их сигнатурка. Кэш следующая же, по-моему. Да. Кэш, по-моему. Из головы вылетело. А, Инферно, извиняюсь. Инферно. Нео с 5-7. Чекает пристройку. Теперь, у него, Снакс решил поджать лонг. Рез был к этому готов. Резу нужно сейчас набирать много фрагов. Потому что в первой половине совсем плохо отыгрывал на рампах. Вот, кстати, статистику мы обещали показать. 7-12 Миху. Снакс лидеру команды Virtus.pro. Потом все остальные идут вровень. Ну и Форест лидеру команды NIP. А вот Деннис 9 на 10. Но пока что хуже Денниса, конечно, играет Рез. О нем мы тоже говорили. Но у Реза совсем все печально было. Он был 5 раз open-фрагом. Дрэйкен, Биали собирают. Укл пристройки. Форест по Паши. Рез по мечу. И Форест забирает на его последнего. У нас снова нет денег, по идее, у команды Virtus.pro. Дисполнен 3000. Нужно играть опять с пистолетами. П-250 берет Миху. Все остальные подключаются. Может быть, какая-нибудь флешка будет. И стакать Virtus.pro. Да, двойка надо играть. Может быть, даже потом выходить как-то. В каких-то следующих девайсных на 2 ЛП. Для Паши и для Снакса. Или, может быть, для Нео. Рез. Опять, по-моему, такой же момент. Снакс решил прокраситься на ланге. Но, собственно, дежавю получается. Рез ловит его. Дрейкин тем временем прошел с УЗИ через пристройку. Паша бицепс старался через окна его отстрелить. Первый минус для команды Virtus.pro это Миху. Ну и Биали забрал, кстати, Реза. 2-3. Поджим от Нео дверей. Биали тоже перед дверью. Решил ворваться. И Гитрайд справляется. 10-9. Нипы выходят вперед на карту. Денюк. От часа одного поиграет Паша. Скоро всего, на улице. На дефолтной позиции. Либо на рамках. Давно его поневерил. Паша ки бицепс, А4 Мки, 1-2 армора и дефузы у Миху. Хороший бай, естественно, у Нипов. Пока что стоят. Паша вообще на девятку Савик влезет. Ого. Дрейкин решил быстро сыграть из будки. Нео падает. От коктейля Молдова пристройку. Извините, в будку не охватило. Дрейкин полез, правда, дальше. Все-таки Биали был к этому готов. Форест немножко проседает. Снакс его заметил. Но это инфа для Реза. Который, возможно, сейчас нам покажет, как нужно играть с АК-47 на ланге. Паша. Нажимает у нас полихонечку. Стоит у нас Рез. Ждет. Вернем Гитрайт. Уходят. Уже на точку Б. Миху был к этому готов. Кристофер Лисун падает. Миху заходит назад. И в меньшинстве Нипи. Посмотрим, как они разыграют эту ситуацию. По идее, все должно быть неплохо для Виртус Про. Сторону Секрет Рез пытается пройти. Сторону Секрет Рез пытается пройти. Сторону Секрет Рез пытается пройти. Коктейль молотова от Фореста. При этом, скорее всего, нужно теперь... Через Майн будут заходить. ...заходить в пристройку, да, и пушить АПЛЕНД. Нет. Решили еще побегать по карте. Но 30 секунд остается. Мало времени. Очень мало времени. Секрет. Форесту немножко не повезло. Он дождался Миху. Какая хаешка. Сто процентная. Просто прилетает. 47 хп было у Миху. И, собственно, все. 20 секунд. Где плент? Плент у Денниса. Плент у Денниса. Плент перед скрипом стоит. Откидывает снах с гранатки у нас на ланге. Тем временем выпад на точку Б. Ну и на А тоже есть игрок. Деннис погибает. Я или спрятался. Я, кстати, только заметил, что... Оказывается, ящик на улице этот синий. Немножко криво теперь стоит. Но инки который. Не, ну вот этот дефолтный ящик синий ктешный. На улице возле ангара. Он раньше прямо стоял. А теперь он криво стоит. Таким. Да, вот это микроизменения. Там что-то убрали, тут убрали, тут перегородочку убрали. Тут железяку убрали. Ящик развернули. Снакс откидывает смог нам дверь. Рез пытается быстро прочекать снова и собрать на улице. В этот раз Снакс не поджимает. Хороший бай все-таки у обеих команд. Нео на Апленте. Коктейль Молотова. Кстати, был интересно в Будке в этот раз или нет. Но в любом случае в Будке сейчас не пошел игрок атаки. Миху один на рампах. Очень часто ходили сами Вертусков. В гости на рампы. Посмотрим теперь, как Миху отыграет на этой позиции. Собственно, ситуация вот, грубо говоря, повторяется. Не более одного минуса. Это не Камильфо. Потому как рампы теперь Нипы могут занять. И может быть в сумме это разыграть этот раунд. Форренд занимает у нас рампы. Хорошая позиция у него. Паша Бицепс. С Савиком легко справляется с резом. Тут проверял девятку, но, собственно, гараж не смотрел. Бомбы на руках по-прежнему команды Нипы. Ребята заняли сейчас рампы. 45 секунд. Мы очень медленно, конечно, действуют оба коллектива. Так, прям на шифтах всю карту раскатывают. Проходит на вилку. 25 секунд. И с улицы будет Дрэгген заходить еще. Они знают информацию, что Паша Бицепсов секрет. Паша Бицепсов делает все-таки свой минус. Гитрайт ставит бомбу. Откидывает Паше флешку. Будет рисковать. Да, Пашка просто выходит на рампы. Какая ошибка от Паши Бицепса. Но все-таки количество игроков... И Дрэгген не пойдет. ...помогло. Но Дрэгген вряд ли пойдет. 13 хп будет сейвить. Это 11-10. Команда Virtus.pro выходит вперед, будучи за КТ на карте Денюк. Будет ли какой-то бай хороший у нас у АВП все равно. Меняются раундами. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Сначала серия была у нас от непов. Как раз-таки после форсбая. Сейчас с АВП начинают эти девайсы и все потихонечку забирать. Свою копилку. Рез с Дезертыглом. Три калаша и АВП у Дрэггена. Миху проверяет бутку. Дрэгген ловит Нео. Прекрасный хэд. Уже второй раз снайпер команды NIP. Отлично отстреливает эту позицию. Причем в этот раз коктейль Молотова был. Но и Дрэгген сыграл немножко по-другому. Под другим углом действовал. При этом коктейль совсем не забрал хп. 99 остается у Дрэггена. Ну и преимущество у одного команды NIP. Опять секрет. Очень часто Virtus.pro как раз секрет пожимает. Вот, да. Вот Молотов залетел. Не выходи. Ты нам... Мы тебя не хотим тут видеть. После этого уже можно двигаться. Стоят у нас игроки атаки. Пока что в десятке. Проверяют ребята бутку. Дрэгген тем временем пушит. Вместе с тиммейтами рампы. Ну и Паша Бицепс. На нем сейчас. Огромный отрезок карты. Забирает Денниса. Уходит вниз. Понимает, что это выход. Откидывает. Нет. Не рискует. То есть у тебя откидывает под себя коктейль Молотова. NIP быстро занять рампы теперь не могут. Паша возвращается. Играет аккуратно. NIP по-прежнему над ним. Один упал. Паша слышал. Щелкает Детрайта. А вот Паша отыгрывать здесь неплохо. Мог сделать трипл килл. Но не получилось. Три на три. Дрэгген щелкает Диали. Три в два. Три в один. Снакс очень трудно будет. Форзу забирает. 11-11. Прям нос в нос. Ноздря, ноздрю. Две тысячи долларов у Virtus.pro и скорее всего NIP выйдут вперед. Не забываем. Это карта Virtus.pro. Да, сильнейшая карта Денюк. На этой карте им нужна победа. Потому что если не Нюк, тогда будет довольно тяжело играть. Следующая карта у нас Инферно. Там, естественно, Нипы, наверное, себя чувствуют получше. Хотя, Инферно, играли Virtus.pro тоже всю свою жизнь. Рез забирает Миху. На ланге играет Нипы активно. Рез, отлично. Хороший отшел. Просто Накса. Ну и все, 2 в 5. Нужно ставить бомбу, забирать легко и просто этот раунд. Да, Нео. Последний остается под девяткой. Думаю, будут его здесь находить. Сиспом попытается хоть один там минус сделать, чтобы девайсик упал. Что? Другого смысла сейвить Юсп нету. Нео с Юспиком. Один против пятерых. Чекает лонг. У кого-то можно здесь чуть-чуть. Вот так вот разо. Так вот так. Эх. Рез. Третий килл. 12-11. Первый раз, по-моему, у нас Нипы выходят вперед. Вот раз за эту половину. ВП у Паши Бицепса. Фамас от Бьяли. Нео играет с Юмпом. Ну и 2 Мки. 4 Калаша и ВП от Дрейкина. Нипы. Идут в направлении Ланга. Бомба при этом на руках пока. Никто никуда ее не дропает. Да, они садкидывают коктейль Молотова на рампы. Ребята ждут врывов от команды Virtus.pro. Ну а Снакс тут как раз таки поджал. Замечает пристройку. Ну вот возьмет ли еще и второго отстрелит? Да, получается. Форест падает. Ситуация 3 в 5. Снакс красный. Дрейкин старается его разменять. Но все-таки Снакс технично уходит. Нет, не уходит. Дрейкин догоняет Снакса. И хоть как-то пытается нормализовать игру своей команды. При этом Денис вышел через будку. Развал Нео. Бьяли на пристройке. Все на будке делают минусы. Как его бья... Петр сейчас не забрал. Денис, отлично. Размене 2 хп остается у него 2 в 2. Михо не дает. Дрейкин чекает. Вот стоит чекает, чекает до конца. Тут Secret Room. Но оттуда в этот раз никто не вышел. Я думаю, не настолько у нас очевидные вп, чтобы каждый раунд это делать. Все-таки молд уже туда залетал. Дрейкин чекается вп. Стоит с пристройки. Выходит на двери. Бомба у нас на пленте. Ну и Паша под вентиляцией все-таки сделал свой минус. 12-12. Ременная ничья. Денег у команды Virtus.pro немного. Нужно делиться сейчас дропами с тиммейтами. И вот в данной ситуации это один из самых важных раундов, дорогие зрители. Если все-таки НИП его берут, тогда они могут выиграть карту НИУ к пик поляков. Но поляки все-таки на своем пике еще и за сильную сторону. Поэтому, может быть, они сумеют адаптироваться к атаке команды НИП. Смотрим. Дрейкин чекает пристройку. Там у нас никого нет. Прилетает доната. Хорошая флешка. Дрейкин уходит. Бьяли откидывает в ответ смог. Мы, в принципе, не тут за дверь. На первое время он пока что выиграл. Детрайт хоть и нашивает дверь, но вряд ли Бьяли будет подставляться. Занимают нас НИП весь верх. Цистерны. Мы уже около мейна. Пашка! Минус Форест на ланге. Решил обходить у нас Патрик Лимберг. Видимо, своих соперников. Но были готовы к этому вершему. Ну а теперь достаточно просто в глубокий диффенду ходить и не ошибаться. Но Паша решил подставиться. Деннис делает свой минус. Идет дальше на ланге. По Снаксу была 100% информация. Снакс выходит через ангар. Тут Дрейкин попадает в ножку. Снакс пытается выжить. Миху при этом все-таки забрал Денниса. И Снакс, собственно, из-за этого выживает. Теперь этот парень может уйти на КТ. Спаун не подставится. Гитрайт ловит Нео на Апленте. И это 2 в 3. Бомба при этом далеко. 35 секунд до конца. Нужно собрать бомбу. Нужно действовать НИП. Гитрайт проверяет будку, проверяет вентиль. Никого у нас здесь нет. Бомба на руках команды НИП. 20 секунд до конца. Дрейкин с бомбой. Ну и все-таки Бьяли. Находит Криста Феррали Сунда. Дрейкин 1 в 3. Сейвит. Радио 2м поднимают. И Дрейкин не уходит. Нас отсюда Дрейкин. А теперь денег у команды НИП нет. Но напоминаю, что они брали раунд. Это второй раунд, когда у них были пистолеты 1 и 2 арморы. И они довольно легко затащили против Этус Про. Сейчас, я думаю, мы увидим нечто похожее. Скорее всего, они оставят себе деньги, дабы купить следующем. Но в этом наверняка будут пистолеты 1 и 1 арморы. Можно какие-то Деннису что-то подкупить там. Дрейкин. Ну, Дрейкин, наверное, навик будет. Поэтому сколько там, 2 900 с лечим дадут. Ну да, наверное, приостановили. Может быть, какие-то минимальные пистолеты. Плэнт куда-то поставить. Потому что тогда ЦЗшки и деглы тогда хорошо сработали очень. Ну вот они, пистолеты. Раскидка, кстати, от Денниса. Все остальные игроки команды НИП пока 1 арморы не берут. Вот и вторые. Ну, надо бы. Зря Деннис купил 1-2 армор на команду. Думаю, все остальные тоже должны подключиться. Ну, какой-то жесткий раскид нас ждет. Не знаю, улицу, что ли, будет закидывать и проходить на нижний этаж? Скорее всего. Потому что на АПе я не представляю, где можно использовать 4 смока. Летят банки на ланге. АЕшка от Снакса в ответ. Хорошая, кстати, граната должна быть. Дэмэджа немного, кстати, нанесла. Ну и аккуратно ползут НИПы на шифтах в гараж. При этом очень много дэмэджа получает все-таки Форрест. Паша Бицепс неплохо его нашивает. Плюс АМ-ка там какая-то подключалась. Тикрет проходит. Дрейкин ловит Нэо. Пять эти по 250-е. Только в этот раз уже от НИПов. Паша Бицепс проверяет лонг. Миху остается у нас снизу. Проверяет выпад через короткий лонг. Вентин замечает. Погибает РС. Откидывает ХЕшку. Глубоко на плент. И ХЕ проживает. Ну, 800 долларов заработали. В любом случае, НИП. Наверное, задачи минимум. Они свои добились. Но, в любом случае, это раунд для команды Вертус Проч. 14-12. В двух шагах от победы, поляки. Но бай будет хорошим. За поставлены бомбы. НИПам надо брать. Если не возьмут, то потом будет очень ужасный бай. Я думаю, вы по этому должны будете брать им на последний раунд. 5300, 5300, 5400, 5100, 5700. Алик с первым армором там где-то был у Денниса. Но Деннис предпочел его даже не скидывать. Через 5 калашей будет играть. Через максимальную раскидку. Хорост даже одну флешку решил размерять на дикой. Бяли откидывает коктейль Молотова в двери. По-моему, команда НИП пыталась выйти быстро. Но получили эту гранату и решили дальше похолдить. Или все-таки с легким таймингом пойдут сейчас на Атленд. Бяли неплохо чекает двери. Дрейкен падает. При этом Паша Бицепс дает информацию, что на ланге никого нет. Гитрайд, правда, на скале возможно подставится. Да, Пашка делает свой килл. И 3 в 5 тащить подобный раунд на карте будет очень-очень тяжело. Да, на 15-12 надо ВП уходить. Минус на Экс. Минус по Деннису. 5 в 2. Плант валяется. Ой, сейчас будет окружать со всех сторон перекрестного огнем. Плант отпускать не будут. Но Форес забирает его. Нео вместе со Снаксом. Снакс подпушил сейчас лонг. Форес падает. Снакс умирает. Но все-таки Бяли на размене. Бомба выпала. Рез 1 против троих. ЦК 47-м чекает лонг. 50 секунд до конца. Понимает, что скорее всего его поджали. Ой, заметил его. И нео. Вроде где-то стреляло. Я не понял. Калаш, 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 калаш. Сколько калашей. Сколько пистолетов. Сколько ЮМП-шек. Там, не знаю, Дезертыгл должны появиться. Какие-то. Галилы. Вот два калаша от Фореста и Денниса. Пауза. Общаются. Давайте посмотрим на статистику еще раз. 23 убяли. 21-21. Нео отстает. Ну, согласен. Он, собственно, за КТ давал себя несколько раз убивать на апе. Причем без размена, без ничего. Деннис не играет. Вот это вот самое неприятное. Потому что когда он играет, карты для непов залетают прям как орехи. Один из лучших оймеров мира. Неудобно на нюке ему. Просто неудобно. Ну, что? Мы увидим. Сейчас какие-то супер сумасшедшие просто раунды и сумасшедшие киллы. Или все-таки нет? Это должны? Должны ВП забирать. Если нет, то... А следующий? Следующий опасно. Следующий тоже экономика нету. Поэтому, если это отдают, то на 15-14 можно уходить. Будет не по Амадам и допы недалеко. Поэтому тоже важнейший раунд. Важнейший раунд для обеих коллективов. Или победа Вертус Про, или все-таки НИПы смогут хотя бы как-то откомбечить. Нужно три раунда подряд взять НИПам, чтобы мы смотрели с вами допы на карте Денюк. На радио стоят у нас НИП. Решили все-таки с легким таймингом вывалиться на Пашу Бицепса. Но и тут Паша с очень хорошей винтовкой, дабы принимать этот пятак. Причем Паша... А шократно стоит. Да, он сделает один минус, скорее всего, отойдет. Не на вилке, именно с ХЛП. Паша полностью ослеп. Попадает, кстати, под Дрейки, но один ХЛП остается. Откидывает ХЕшку. При этом Рес решил пройти через Лонг. Тут Миху его перестреливает. Но при этом сам лишается львиной доли своего ХЛП. Выход на нижний этаж. Миху возвращается в Аквариум. Замечает Денниса. Попадает ему в ХЭД. Очень большие проблемы у НИП по ХП. Очень большие. Их просто закидали этими гранатами, ХЕшками всем подряд. Теперь стреляли. Ой, Гетар! Как бы я не забирает. Не очень удачно было сейчас. Или просто не прочитал, что он здесь уже может быть. Выпад через вилку от команды Virtus.pro. Forest с плента делает минус. Паша Бицепс на размене. Один ХП у Дрейки на 40 у Гетрайта. Паша решил пойти в Лонг. Нео при этом на пленте. По смокам ничего нет. Есть флешка. Паша Бицепс. И один на один открывается дверь. И все-таки команда Virtus.pro берет эту карту. Дефузы у Паши Бицепса есть. Он успевает. 1-0 за поляками. Да, пик ВП заехал. Отлично. Поздравляем их 16-12.